Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Капитальный ремонт более 400 объектов проведут в республике в рамках реализации федеральной программы строительства. Депутаты обсудили 14 вопросов, в числе которых и проект закона о материнском капитале. Сегодня состоялась 45-я сессия Народного собрания. Школа города Старобельска Луганской Народной Республики пополнилась компьютерным классом. Инвентарь отправили по поручению главы Карачаева-Черкесии. В школе «Староживая» прошел открытый урок, посвященный профилактике экстремизма в молодежной среде и реагировании на ЧАЭС. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию страны под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. Правительством России утверждена федеральная программа строительства на пятилетний период до 2027 года, куда вошли объекты, которые будут строиться на условиях софинансирования в региональных бюджетах и федерального центра. В рамках стратегии развития строительной отрасли ЖКХ Республики разработан проект комплексной региональной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта более 400 объектов коммунальной инженерной транспортной инфраструктуры региона, учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и жилищного строительства Карачаева-Черкесии. Все они сформированы на основе предложений правительства и глав муниципальных образований. Впереди большая работа по реализации программы. Рашид Тимрезов дал поручение правительству работать в тесном контакте с федеральным министерством. Кто получит бесплатную юридическую помощь? Какие изменения внесены в закон о республиканском материнском капитале? Эти и другие вопросы были подняты на рассмотрении в парламенте Карачаева-Черкесии. Очередное 45-е пленарное заседание состоялось сегодня. Депутаты Народного собрания обсудили 14 вопросов. Альбина Ламкова продолжит тему. Пленарное заседание начали с обсуждения о внесении изменений в проект закона об оказании бесплатной юридической помощи. Его рассмотрели в двух чтениях и законопроект одобрен. В нем представлен расширенный список льгот участникам СВО, права и обязанностям мобилизованных граждан. Предоставление бесплатной юридической помощи для данных категории лиц сейчас актуально и своевременно, обозначил в своем обращении председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по законодательству и государственному строительству Владимиру Малатов. Закон носит социальный характер. Мы решили поддержать наших ребят, которые проходят военную службу на Украине, а также граждан, которые проживают на территории Карачаева-Черкесской Республики, принимающих в части специальные военные операции. Закон будет действовать в отношении самих граждан, а также членов их семей. На 45-м пленарном заседании были внесены изменения в закон о республиканском материнском капитале. Речь шла о выплатах на четвертого рожденного или усыновленного ребенка. Изменения внесены на основе обращения граждан. Суть в том, что в действующей редакции закона распоряжаться средствами республиканского материнского капитала можно было не ранее, чем по стечении трех лет со дня рождения или усыновления четвертого ребенка. После его пересмотра можно не ждать этого возраста. Теперь же список направлений, на что можно потратить материнский капитал до достижения ребенка трехлетнего возраста, расширен. Независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей-инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской республики. Также с этих средств можно погашать проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. Также на заседании были приняты изменения в бюджет республики на 2023 год. Уточнен объем безвозмездных поступлений, внесены изменения в расходную часть с учетом доходной части. Парламентарии подвергли изменению и ряд других законов из-за их пересмотра в федеральном законодательстве. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-18. Температура ночью до 16 градусов мороза, в горах до минус 22, а днем 0-5 и местами до 13 градусов ниже нуля на дорогах Гололедица. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 12-14, днем 1-3 градусов мороза и на дорогах Гололедица. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили и приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сегодня по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова в Старобельск Луганской Народной Республике выехал транспорт с оборудованием для класса информатики. В состав груза входит компьютерное оснащение, интерактивная доска, многофункциональный технический центр, проектор, а также вся необходимая для специализированной аудитории мебель в виде парты кресел. Рассчитано на компьютерное оборудование. У нас автоматизированные рабочие места на 16 мест. Соответственно, на 16 обучающихся. Для полноценного введения образовательного процесса. Эту поддержку мы оказываем по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Темрезова в рамках заключенного соглашения. Родина у нас у всех одна – Россия. Мы вместе и мы рядом. И в этом наша сила. В профилактике экстремизма в молодежной среде и реагированию на чрезвычайные происшествия был посвящен открытый урок в одной из школ Зеленчукского района. В качестве наставника выступили представители регионального поисково-спасательного отряда «Кавказ» и Центра по противодействию экстремизму. Подробности у Артура Мкце. Представитель регионального центра по противодействию экстремизму рассказывает учащимся одной из школ Зеленчукского района о некоторых видах рисков в молодежной среде. Такие встречи с воспитанниками образовательных учреждений Карачао-Черкесии проходят на регулярной основе. По мнению сотрудника республиканского МВД, только прямой диалог дает понять юношам и девушкам, насколько опасными могут оказаться безобидные, на первый взгляд, социальные сети. Тема противодействия экстремизму всегда была и остается актуальной, поэтому мы стараемся задействовать максимальное количество учебных заведений в профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. Мы стараемся ребятам рассказывать не только теорию, мы рассказываем практически, с чем мы сталкиваемся в своей работе, с какими правонарушениями, которые касаются экстремистской деятельности, чтобы они понимали, что на сегодняшний день этих правонарушений очень много. Алий Берамкулов, можно сказать, круглосуточно занимается общественной деятельностью, в том числе руководит национальным центром помощи детям по Карачао-Черкесии и региональным поисково-спасательным отрядом волонтеров. Его опыт во время таких встреч с образовательными коллективами бесценен. Как не попасть на удочку злоумышленникам и обезопасить себя и своих близких, чего ни в коем случае нельзя делать в интернете. Эксперты объясняли правила поведения на практических примерах. На самом деле у нас акцент большей части на практические моменты. Мы, конечно, теорию детям рассказываем, но любое теоретическое знание должно подтвердиться и закрепиться практическими навыками. Для меня такие мероприятия очень полезны. Я извлекаю как можно больше пользы, стараюсь переосмыслить все то, о чем говорится на таких мероприятиях. И считаю, что такие мероприятия сокращают количество несчастных случаев. Занятие завершилось самым, что ни на есть, практическим примером. Под звуки учебной тревоги учащиеся и педагоги покинули помещение и вышли из здания. Все прошло быстро и без намека на панику. В прошлом году такие встречи состоялись примерно в полусотне школ Карачао-Черкесии. Эксперты провели теоретические и практические занятия для более чем двух тысяч учащихся. Артур Махцем, Мухаммед Ашабоков, Вести Карачао-Черкесия, Зеленчукский район. В Черкесске открылась меховая выставка. Снежка объявила о финальной распродаже со скидками до 50%, в том числе и в рассрочку. У прекрасной половины есть возможность приобрести роскошную шубку среди огромного ассортимента обновленной коллекции. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. До 20 февраля включительно у жителей и гостей республиканской столицы есть возможность подобрать себе или своим близким роскошную шубку, которая будет радовать свою хозяйку не один сезон. Меховая выставка «Снежка» представила огромный обновленный ассортимент изделий, а внимательные консультанты помогут каждому покупателю в выборе шубы. Мы с радостью объявляем о финальной распродаже этого сезона со скидками до 50%. Нами представлен широкий размерный ряд от 38 до 66 размера. Шубки представлены очень разных цветов, фасонов, моделей, то есть любой в принципе человек может выбрать себе шубку по душе. Помимо наличного расчета существует рассрочка сроком до 3 лет без первоначального взноса, без переплат. И даже в рассрочку мы вас порадуем скидочкой и, конечно же, подарим песовый жилет, наш фирменный подарок. Идеальные условия рассрочки до 3 лет без первоначального взноса и переплат. Вот на примере одной из шуб администратор рассчитала, во сколько обойдется меховой жакет. Норковый жакет цвета «Соболь». Длина 70 сантиметров, рукав можно укоротить. В рассрочку данное изделие будет 3200 рублей в месяц. Это может позволить себе любой. Все изделия имеют электронный паспорт. Каждый покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы. Шубы российского производства. Каждая шуба имеет электронный паспорт. Он читается с помощью обычного телефона. И любой человек, покупатель, может узнать историю конкретной шубы. То есть где она произведена, что это страна Россия, что это мех Норка. Ну и, конечно, гарантию качества своих изделий мы обязательно даем каждому покупателю. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Скидки очень приятно удивят. Выставка в Черкесске пройдет только по 20 февраля включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького 8 с 9 утра и до 8 вечера. Все дни выставки доступны скидки до 50%. Рассрочка на три года плюс меховой жилет в подарок. Прекрасной половине человечества предлагают поспешить, чтобы они успели приобрести меховое изделие в финальной распродаже. Альбина Курочинова, Кенжи Варасул Бердеев. Вести. Карачаева. Черкесия. В Черкесске в Центре развития предпринимательства на Горького 8 продолжает свою работу рыбная лавка Дары Камчатки. В ассортименте рыбы чавыча, кета, кижуч, палтус, белорыбица, омуль, корюшка, селедка, скумбрия. Также большой выбор консервов и красная икра. Поспешите в рыбную лавку Дары Камчатки до 18 февраля. Включительно. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминокислоты. Полезная для женщин, чтобы красивые были, чтобы складки разглаживались на лице, волосы красивые были. Белорыбица, как обычно. Палтус у нас. Палтус – жирная рыбка. Но она считается диетическая рыбка, потому что если у кого проблемы с кишечником, ее прекрасно можно кушать. Она абсолютно не повредит. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу. Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Новости о спорте. В Сочи состоялся турнир по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие гимнастки из разных городов. Сочи, Новосибирска, Ульяновска, Севастополя и Энгельса. Крачево-Черкесию представили семь воспитанниц Центра дополнительного образования Урупского района. По итогам турнира Ксения Скриникова заняла второе место по художественной гимнастике в индивидуальной программе. Валерия Углицких – третье место. А также по итогам прошедшего турнира София Баженова, София Мамаева, Ксения Стрешная, Полина Мошкина и Полина Чайковская награждены дипломами и ценными призами за волю к победе. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Шаляпин». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!